Одни из ключевых тем обсуждения – запуск нового терминала аэропорта Симферополь, открытие Крымского моста и трассы Таврида. Эти события изменят многие направления жизни полуострова, в том числе и количество туристов. Но предпринимателям волнуют сейчас другие вопросы. Смогут ли они обеспечить высокий уровень отдыха по доступной цене? Так получилось, что Южный федеральный округ – это такой макрорегион, где рекреация, санаторно-курортное обслуживание, туризм, являются одним из крупнейших кластеров, вносящим вклад и в региональный валовый продукт, и в развитие вообще общероссийской системы рекреации, отдыха и туризма. Еще одна проблема, которая сможет вызвать снижение турпотоков Крым и Севастополь – высокая стоимость авиаперелетов из других регионов страны на полуостров. От Республики Крым направлен ряд предложений по регулированию данного вопроса. И рассчитываем, что решение касательно Центральной России по готированию авиаперелевозов будет также принято. Также большое внимание и агропромышленному комплексу Южного федерального округа. Нужно наладить производство и переработку сельхозпродукции. К примеру, фрукты и овощи, которые чаще сейчас закупают в Турции, выращивают и в нашем регионе. Но для бесперебойной работы местных производителей нужна поддержка. Проблема бизнеса в регионе – сложности с защитой инвестиционных проектов на государственном уровне и получение кредитов на развитие собственного дела. Будем этим заниматься. Это одна из рекомендаций сегодняшнего заседания. И поскольку представители РСПП входят в состав руководящих органов, Совет директоров корпораций малого и среднего бизнеса формируют экспертный совет фонда развития промышленности, то мы, я думаю, сумеем изменить мандаты этих институтов развития таким образом, чтобы вот эта переходная специфика Крыма и Севастополя могла быть учтена. Одно из важных направлений промышленности для Севастополя – судостроение. На заседании именно ему посвящены многие доклады. Если брать промышленности, мы же правильно сделали приоритет на судостроение. Почему? Прежде всего, чтобы в Севастополе есть Черноморский флот. Его надо ремонтировать. Значит, мы должны технически перевооружать Севморзавод, 13-й завод, чтобы поднимать производительность, поднимать заработную плату. Кроме того, бизнесменов волнует и недостача специалистов. В качестве примера приводят крейсер «Москва», который на ремонт отправляют в Санкт-Петербург, а не оставляют в регионе. В мае этого года в Госдуме будут приняты новые законы. Изменения коснутся и налоговой системы. Для качественной проработки документов властям важно было услышать мнение представителей разных отраслей. Большинство докладов с заседания Координационного совета будут приняты в работу для более эффективного взаимодействия бизнеса и власти в регионе.